10 лет борьбы со страшным диагнозом. Такой путь проделала Эльвира Сагитова, чтобы помочь дочке Элине. В 8 месяцев ребенку поставили страшный диагноз – детский церебральный паралич. Теперь девочке необходима постоянная реабилитация, и каждый выезд в клинику – настоящее испытание для семьи. Как помочь малышке, расскажет Мария Клименко. Родители ее сверстников требуют с детей пятерок по математике, а Эльвира Сагитова рада, что дочка смогла взять в ручку кубик. В 8 месяцев малышке Элине поставили страшный диагноз – детский церебральный паралич. Роды были тяжелыми, говорит мама, но о том, какие могут быть последствия, врачи не сказали. Сказали, что нас отправят в отделение патологии новорожденных, ну и там лечили 10 дней, но там тоже не было никаких, ну о том, что какие-то будут серьезные проблемы. Вот, только сказали, что будем наблюдаться у невролога. Проблему семья заметила, когда Элине было 5 месяцев, она не пыталась садиться и переворачиваться. В платной клинике Эльвиру ошарашили диагнозом, и начался долгий путь реабилитации. Терапия дает результаты. Девочка научилась ползать. В свои 10 она любит музыку и мультфильмы, играть с котом Симой. Все, в принципе. Вообще, как бы очень любит детей. Вот у нас младшая есть, у меня есть младшая дочка, ее сестренка. Они вместе играют, вместе мультики смотрят. Мама узнала о клинике, где есть эффективная комплексная реабилитация, и подала заявку. Дочь готова принять, но стоимость лечения превышает 200 тысяч рублей. Для матери-одиночки сумма неподъемная. Сегодня для полной оплаты заявки не хватает 24 тысяч рублей. Для помощи Элине отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети» и любую сумму. Например, «Дети 100». Деньги спишутся с вашего мобильного счета. Или пройдите по ссылке QR-кода. Другие способы помощи на сайте Русфонда. Мария Клименко, Антон Грабарев, Вести, Южный Урал.